Что-то Ваня психанул сегодня на завтрак и решил позавтракать вот так вот. Но, правда, я забыл посмотреть, сколько это стоит. Ладно, приятного мне аппетита. Ну, посмотрите, люди. 11.34 доллара. Какой завтрак. Мне кажется, очень неплохо. Очень. Народ, если вы будете так же завтракать, то будете похожи на дальнобойщика. Поэтому осторожнее с этим делом. Так поел, потом сел. Ладно, у меня хотя в движухах потом начинаются эти машины, рэмпы, туда-сюда бегаешь. А так, представляете, если вы на рефере или на драйване просто сели и все. Вот. Что еще? Вот опять. Опять это слово паразит. Сейчас уезжал в заправке, стоит спринтер. Спит, ждет груза явно. На легковой парковке. Хорошо им, конечно. Где хочу, паркуюсь. Что хочу, делаю. На спринтере в этом плане удобно. Но, ребят, по деньгам спринтер, конечно, уступает. Вот. Поэтому. У нас такой халявы нету. Мы постоянно куда-то едем, постоянно куда-то надо. Смотрите, короче, тут целая колонна сзади едет из мустангов. Вон там одни мустанги едут. Штуках там, не знаю, наверное, 10. Как он. Короче, мустанг-клуб куда-то собрался. Так, среди них он на ауди же. Какой-то пакет с розами, короче. Прикиньте, вылезь. Среди них он на ауди затесал. У нас, мне кажется, сейчас чувак на ауди гребет, потому что слишком гламурно по сравнению с мустангами. А, и все, походу, GT и Shelby. Я смотрю, да, 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 слушайте, смотрите, все ливы GT и Shelby. Но дальнобойщики, как обычно, в своем репертуаре вот это выехать и как бы ехать друг с другом минут 10-15, так вот обгоняя. Потому что у всех стоят ограничения от раков. У всех стоят ограничения, поэтому... Зачем выезжать так? Ладно, короче. Мустанги, в общем, вот он, ребят. Просто, смотрите, дорога уходит куда-то, куда-то далеко. Жаль, не успел заснять, так я с горочки, с такой, выезжаю на горку и такая просто вот две полосы. И две полосы куда-то в никуда, короче, там за горизонт уходят. Хорошо, когда прямые дороги на самом деле, да? Но если все время ездить по таким прямым дорогам, то начнешь любить драгрейсинг и NASCAR. Поэтому это не для нас. Нам нужно поворачивать. В общем, смотрите, какая хрень происходит. Встал я где-то здесь пешком, минут десять идти, у нас машина по адресу, а там очень низкие деревья. И это еще один, кстати, минус высокого трейлера, да? То есть он был, помимо того, что расход топлива намного больше, ну, прям так, хорошо больше. Еще и не проехать, то есть, получается, что был бы низкий трейлер, я просто заехал бы и все. А сейчас я, получается, тереблю тут пипетку, как бы, да, и теряю время. Снимаем вот это ведро. Владельцев нет, они не могут подойти. То есть я просто оставляю машину и где-то бросаю ключи, там, позвоню им, они скажут куда. Как-то так, ребята. В общем, нам повезло, здесь уборщица была. И она машину приняла быстро. Сейчас мы вот так вот ее сфоткаем, что она тут находится, что целое все. Вот так вот надо будет, ребят, тоже делать вам. Вот. Чундаи. Чундаи. Не пойдем? Прогуляемся. Она мне, кстати, предложила довезти меня, а я что-то отказался. Ездит на Ниссан Армада, уборщица. Вот. Прогуляемся чуть-чуть, да? Видите деревья, да? Вот я, честно, может быть и проехал бы, но что-то я очковал. Ну и очкую. Вот, судя по обшарпанности, вот этой вот. Ну, короче, не знаю, я решил сюда с машинами не ехать, потому что здесь некоторые ветки нормально висят, а некоторые, видно, что не подстрижены особо. Может, я перебздил. Но, как говорится, лучше перебздить, чем не добздить. Правильно? Ладно, пойдем к тачке. Обидно, что машина-то вот, буквально вот здесь, вот за вот этим домом, но нам надо обходить. Да? Отсюда мы приехали. В общем, не знаю, мне показалось, что это низкое, потому что у меня там в таком это стоит она. Да и Ауди, не знаю. Может, я ошибался. Может, надо было прямо сюда заезжать. Ну и фиг с ним. Ну, это я по гуглу просто посмотрел. Понимаете, тоже так вот, на самом деле, ссыкотно, да? То есть заедешь, а потом выбираться отсюда, это геморрой. Вот. По гуглу я посмотрел, по фоткам, мне показалось, что деревья очень низкие. Я решил не рисковать, решил найти парковку лучше. Ну вот, здесь вот явно же низкое, правильно? Вот это тоже низкое. Ну, такая, как можно было посерединке, конечно, вот так вот. Ну, ну его нафиг. Ладно, народ, все, идем. Надо мне позвонить просто. Сейчас мы одну тачку в Канзас-Сити, кстати, с вами скинули. Мы в Канзас-Сити сейчас одну машину скинули. Сейчас еще одну зацепим и все, и поедем в Колорадо. Надо Алекса набрать. Ну что, люди, еще одну такому грузим вот эту, современную, 16-го года. Внутри полное говничье. Сидишь на полу, руль где-то далеко. Короче, я при своем мнении по поводу Тойот. Походу, дело, эта тема будет еще у нас. Блин, фига, у меня еще рампа, что ли? А, не, нормально, одинаковые вроде. Прикиньте, а оказалось, что разные. Ладно, сейчас буду загонять Тойоту такому. Ну, вообще симпатичная машина. Я сделали бы внутри ее просто удобно и все. Так прикольно. Короче, вот так вот загрузились мы. Макс не позвонил, как раз, когда видео включил, Макс звонил. Макс, вот так вот ты мне звонишь. Ладно, братва. Поехали кушать и мыться. Друзья, поотвечаю на какие-нибудь вопросы ваши осветим. Значит, Макс, говорите, Макс что-то там уже сдался. В порядке ли я? В порядке, все нормально. Спать стало больше. А Макс не знаю, что он ничего не сдался. Макс, все в порядке. Вот, камера, да, что-то он поломал камеру там чуть-чуть. Но ничего страшного. Все исправится. Посмотрите, какие места... Ай, какая. Да вообще, видите, нет. Вон, дорога вот уже, видите, пошла. Далеко меня видать. Вышел в поле, я посрать, далеко меня видать. Это вот здесь, так вот, захочешь в туалет заходить. Здесь я... Хорошо, что штучки такие слышали, да? Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды сразу же. Это вот. Вот элементарное изобретение, да, вот эти вот. Делают либо полоску одна такая, она аж... Блин, звук такой, как зубная боль. Либо такие вот. Элементарно, казалось бы, да? Да, сколько жизненной, наверное, уже спасла она. Не передать, потому что... Потому что классно. Так, что дальше? Значит, на какую камеру снимаю? Снимаю я на телефон. Samsung Galaxy S8 Plus. По-моему, так он называется. Ну, короче, большой, который... Ну, хочу, надо что-то, конечно, какое-то камеру. Видите, камеры нужны сразу же. Вот. Ну, либо в телефон, да, это все заканчивает, перекатывает. Так у тебя уже в офисе в телефоне. Ну, посмотрим. С камерой удобнее было, потому что с телефоном иногда реально очень неудобно, конечно. Он еще вистит периодически. Такие лужаки классные. Вот. Смотрите, какая дорога. Выезжаешь, и ничего не видно. Так что моя камера, это мой телефон. По поводу расхода и трака, да, написали, что там про колонки. Да нет, на самом деле они с этими пресепами все так жрут. Это как бы проблема всех этих траков. То есть, у кого низкий пресеп, там расход значительно меньше. Вот, поэтому... Тот старый трак, который сломался-то у нас на обочине, машина 15-го года, да. Он вообще 6,6 ел, не на колон, то есть, 0,6. То есть, он как классик, наверное, там у Давида Камаза. Вот, поэтому... Как-то так. Нет, это нормальный. Это нормальный, как бы, расход, к сожалению. Ну, точнее, это не нормальный, да, но это обычный расход. С таким прицепом, при условии, что... Вот, при условии, что будет стоять там большая машина на прицепе, да, первая, то это нормальный расход. Так что... А колодки, ну, да, посмотрят там что-то. Я имею в виду, что когда я приеду, там сервис отвезут. Ну, нет, по ощущениям, нет, она катится-то хорошо. Если колодки, то она бы не катилась бы, а у нее накат хороший очень. Поэтому она трогается легко. Колодки обычно чувствуются сразу же. И так просто не бывает. Идея, он стучит из-за этого. Камера что тебе объяснит, как она делает? Так, наверное, лучше, да, когда чуть солнце прикрываю. А по поводу, значит, крепежа, да, то, что там решетку рву, еще что-то. Не знаю, ничего не рву. Видел прицепы, которые по несколько лет все четко. Так крепится. Вот, поэтому... Решетка там приварена, все в порядке. Вот, поэтому все нормально. Ничего никуда не рвется. Еще спасибо за комментарий. Типа морда лица нормальная, надо в кино сниматься. А я, кстати, снимался. Но я, правда, в машине сидел. Короче, у меня раньше был Mitsubishi Lance Revolution 8. Он такой был черный, на черных дисках. С тонировкой. Вообще, кстати, да, черный. Короче, еще только что-то... Все черное, в общем, было. Вот. И... А в кино, да. О, кстати, смотрите, вертолеты, военная база. Сейчас я покажу, смотрите, стоят военные вертолеты. Я уже помню, я же здесь уже ездил, я же так сказать. Уже ходил эту тропу, ребятки. Сейчас, 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 сейчас увидим, блин. Ибо там они стоят. Ибо там они стоят. Так вот, да, и мы снимали сериали, так сказать, с машинкой. И с моей... Даже в двух. Один сериал летение, другой наружное наблюдение. Вот. Так что там главный герой ездил на моей машине, периодически. А потом они ее, типа, это, продали. Не продали, а ее надо было, типа, она была угнана. Они на ней ездили, ездили, типа, тачка утиль, там, туда-сюда, короче, такая тема. Значит, сколько миль я в день делаю? Вот сегодня планирую сделать 500. А в основном где-то так вот, 400-500 миль. Потому что иначе, ну, даже весь день еще туда-сюда мотаешься, грузишься, разгружаешься. Поэтому, как правило, где-то вот так вот, миль 500. Ну, а иначе там уже сна совсем не будет, если... Ну, короче. Сегодня я решил 500 бахнуть. И где-то возле Денвера я заночую. И завтра у меня будет целый день. Это говорит о том, что я попробую, может быть, если получится, подстричься. И... Да, кстати, надо подстричься и съездить куда-нибудь в горы я хочу. Раз уж я буду рядом, надо съездить в горы, ребят. В горы это прекрасно. По поводу плохо выгляжу. Ну да, кстати. Я, честно, меня что-то так тогда раскумарило после душа. Но нет, я нормальный. Я сейчас сплю больше. Чуть-чуть стабилизируется у меня график, суета. Поменьше стало суеты. Получше я с графиком чуть разобну. Уже становится. Вот. Поэтому, честно говоря, нет. Сейчас уже гораздо легче, интереснее. Ну и даже можно, видимо, что я поживее, да, как бы общаюсь. Вот. Поэтому, надеюсь, не загнусь, если честно. Вот. Так что, пока что поездим еще. А по поводу зернохранилища, то, что я проезжал, да, возле дамбы. Да, спасибо. Я, ну, как бы, я не знаю, что это такое. Но вообще, да, здесь же очень много. Тут вообще, вот если посмотреть, все поля обработаны. Просто все поля обработаны. Ну, места живого нет. По поводу Lexus. Написали, что я, типа, переобулся. Да, конечно. А, тихо. Не переобулся. Не нравится мне Lexus. Вот если... Я считаю, кстати, вот Lexus окей. Его, наверное, можно брать, может быть, по ушным. Понятно, что если брать, там, пятилетнюю машину, то Volkswagen, наверное, как бы, так себе. Хотя ездит тоже нормально. Вот. Наверное, да, Lexus получил. У Lexus, игры, главное преимущество, это то, что он не теряет в деньгах. Очень он, конечно, популярен на рынке. Легко продается. Очень, короче, это очень ликвидная машина. Вот. Поэтому, это факт. Но, если вот я пойду покупать новую машину в салон, да, или как правильно можно сказать, когда я пойду покупать, блин, трясется чуть-чуть дорогой. Я не куплю Lexus новый. Вообще, просто ни за что. Я бы взял себе, наверное... Я, честно, даже не знаю. У меня нет такой машины, которую бы я хотел. Мне нравится Touareg, честно. Не знаю, почему. Мне нравится Touareg. Ну, я ездил на нем. Мне просто прикольно. Вот. Если новый брать, то я бы Touareg взял, наверное. Если брать, я буду какую-то машину бушную, а при такой работе, то я хочу купить Evolution 10. Очень хочу. Мне Evolution 10, я очень люблю эту машину. То это будет просто машина для себя, которая... Да, она много жрет туда-сюда, но я же не буду на ней ездить каждый день. То есть, а если я буду приезжать там, например, после рейсов домой, или там недельку на ней кататься, то я же приезжаю домой отдыхать, кайфовать правильно. А на Evolution я кайфую. Вот, потому что у меня это какой-то, наверное, идеал. Ну, в плане эмоций. Эмоции. Машина-то, кстати, полная дерьмища вообще. Ну, в плане там той же эргономики, того же пластика, да, то есть там и так далее и тому подобное. Ее нельзя назвать какой-то мега надежной. Она безумно дорогая в обслуживании. Она теряет в деньгах конские, ее тяжело продать. Ну, короче, эта машина, у нее очень много минусов, но главный ее плюс, то, что она дарит эмоции. То, чего не делает там ни Toyota, ни Lexus, ни все остальные машины мне. Они не дарят эмоций никаких. То есть это просто машина. Просто четыре колеса там, то есть на них стоит, все, едешь. А E-Vic, он реально дарит эмоции. Вот, BMW 3 тоже, M3, тоже дарит эмоции, но BMW M3 стоит дороже, в обслуживании еще дороже, а ломается еще больше. Поэтому BMW отложил. А главное, что мне нравится Evolution, он в любых погодных условиях, на любом покрытии, на нем можно круто отжигать, а на BMW нельзя. Ну, не, можно, но для этого BMW надо готовить жестко. А Evolution, ничего, почти не надо с ней делать. Он как бы уже готов. Синяя борода, вот, написал мне. Вот. Пират, походу. Синяя, синий пират уже. Типа, что у тебя же не танк, говорит, сзади, чтобы поднимать жопу пикапа. Когда тяжелая машина сзади, на самом деле, на таком свете, вот я тут экспериментирую, трясет, очень хорошо поднимает. То есть на ямках его, блин, ну, реально ему... Не, его не то, что прямо приподнимает, нет, но тряска стоит хорошая. Вот, допустим, сейчас я пас... У меня сзади стоит такома, да, она, походу, тяжелее, чем Hyundai Tucson. Это, блин, трясет так вообще. Вот. И реально изменилось. То есть там разница в весе, я сомневаюсь, что у них прямо огромная, да. Но поведение вот прицепа реально изменилось. Сейчас его трясет гораздо больше. Он не такой стабильный, чем когда там стоял Tucson. Плюс не забывайте размер, да. То есть центр тяжести тоже вообще смещается же назад туда, когда большая машина. Поэтому очень сказывается. Если легкие машины сверху, сзади повесить, ну, поставить тяжелую машину, это сказывается на самом деле очень. Да, есть же видос вот этот вот, где кладут магнитики там какие-то, по-моему, да, на заднюю часть прицепа и на переднюю часть прицепа, и как она себя машина ведет. Там, когда сзади, да, там просто улетает легко. Ну, это, короче, физика на самом деле. Ничего такого нет. Центр тяжести смещается, центр тяжести смещается, смещается назад. Ну, короче, обычная физика на самом деле, это, не помню, это, по-моему, седьмой или восьмой класс физика. Такие дела. А по поводу еще то, что я видео выложил два в один день. Я хотел выложить, ну, естественно, одним видео, да. Вот. Блин, опять это вот. Сорян. Сорян тем, кому не нравится. Ну, а те, кто услышал, кому нравится, ну, это круто. Видео. 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 Коробки такие там, посусны. На водопое. Но почему-то оно не хотело, как это называется-то, когда оно еще в программе склеивается-то все, рендерится. О, эти слова надо ютубовские, тебе же запоминать же. Вот. Рендерится. Когда видео рендерится, да, в программе еще. Оно почему-то не захотело зарендериться. Я не знаю, с чем связано, честно. Вот. Его пришлось разбить. И вот только разбил, все сразу пошло. Wi-Fi пробовал, и так далее, ничего не пошло. Вот. Ну, что поделать. Я просто хотел, чтобы вы, так сказать, именно по дням прокатились со мной, ну, если так можно назвать, из Нэшвилла в Колорадо, в Денвер и Колорадо-Спрингс. У нас будет два города. Ну, они рядом находятся, по большому счету. Дверья. Ну, что, народ, заехали мы помыться, поужинать или пообедать. В общем, заказалось и мясо, это креветки, это картошка. Как-то так. Будем кушать. Тракста потихонечку заполняется. Хочется спеть песенку, кстати, вон там, то есть спят усталые игрушки. Да-да, помните песенку, да? А вон мы затесались. Среди старших, нет, так сказать, среди больших братьев. Короче, я объелся, помылся, вообще круто все. Ну что, люди, погнали? Друзья, люди, народ. Бандиты. Поедем еще, проедемся чуть-чуть. Папа-па-па-па-па-па. Поедем прокатимся и ляжем спать на боковую. Завтра будем искать где-нибудь парикмахерскую, парикмахерскую, парикмахерскую. Короче, вы поняли. Все, давайте.